Итак, мы с вами немножечко говорим о влиянии судьбы, событий на нашу семью, на нашу жизнь, на отношения с близким человеком. Теперь ситуация. У меня вот как раз такая ситуация, что я нахожусь в такой ситуации, что мой близкий человек перестал меня любить из-за того, что все плохо вокруг. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Не так много, нормально. А кого вы сами перестали любить из-за того, что все плохо? Может, это не актуальная тема? То есть вы... А? Я знаю, что легче становится. Я знаю, что легче становится. Но еще не вторая стадия, еще пока третья заканчивается. Ну, у меня нет плохих прогнозов для Украины. Нет плохих прогнозов. Я их все сказал в России на Новый год. Я не противоставляю две страны сейчас, я просто говорю о ходе времени. У вас все будет лучше, но не так быстро, как катилось. Потихоньку, постепенно. Знаете, когда будут явные признаки улучшения вашей жизни экономической страны? Я вам могу их сказать. Когда... Два критерия улучшения экономики, стабилизации жизни в стране. Два критерия. Первый критерий. Люди устанут критиковать власть. Второй критерий. Власть устанет воровать. Когда вы увидите, что люди перестали, уже замучились сменять власть, воевать, революции делать. Люди замучились этим заниматься, а правители начали заботиться о людях, просто делать, выполнять свою роль, свою функцию. С этого момента начнется улучшение экономики. И эти два момента зависят только от одного фактора. Это количество Бога в вашем, лично вашем сердце. Потому что веды говорят, что достаточно одного процента населения улучшения духовности, одного процента населения, и вся экономическая ситуация страны стабилизируется. Один процент населения улучшает свои отношения с Богом, и вся страна процветает. Понимаете, такое сопоставление. Для того, чтобы страна деградировала, большинство людей должны жить неправильно. А для того, чтобы страна развивалась, всего один процент людей должны начать жить правильно. Вот такое сопоставление. И этот процент вы, пришедшие на эту лекцию, не думайте, что кто-то другой должен быть этим процентом. Это вы должны научиться любить старших, это вы должны научиться любить святость. Потому что если ты не любишь старших, как ты Бога полюбишь? Он еще более старший. И он, кстати, делает гораздо больше вещей, которые нам не нравятся. Бог может забрать жизнь, может посадить в тюрьму и так далее. Это все по воле Бога происходит. Давайте на него тоже поругаемся. Может, мы там тоже революцию сделаем? Нет? Какой России я говорю про Бога? Смешили все. Кроме России, есть еще духовный мир. Там нет страданий. Там Бог находится. Сознание человека может быть выше деления на нации. Любовь, она разделяет, убирает рамки. Человек может не чувствовать себя принадлежным, принадлежим к той или иной нации. Он может быть чувствовать себя принадлежным к определенной культуре жизни людей. Сознание благости означает, что человек уважает именно качество личности, а не его национальную принадлежность. Или его веру. То же самое. Смотрите, сейчас три варианта отношения к вере. Первое. Фанатичная вера означает, люди нашей веры хорошие, все остальные отстой. Фанатичная вера рождает ненависть между верами и, в конце концов, то, что мы сейчас видим. Убийство тех, кто другой веры. Понимаете, это, ну, как бы, это тоже влияние времени. На веру уже идет. Более развитые верующие люди, они видят в человеке веру, а не принадлежность к религии. Другими словами, они видят в человеке отношения с Богом его. Приведу такой пример. У меня в Казани была встреча с мусульманами, которые слушают мои лекции, они занимают высокое положение. Ну, наставники мусульманские. То есть, мы с ними общались о Боге. Я потом пошел на службу, которую один из них проводил в своей мечети. Понимаете, мы с ними говорили о духовности человека. Но я не мусульманин. И они меня воспринимали классно, с любовью, и я их так же. У меня нет претензий к людям другой веры. Не потому, что мне к кирпичу дал, упал на голову, и я стал просветленным. А потому, что я это понял. Что в каждой вере есть люди, которые имеют отношение с Богом, а есть люди, которые к ним стремятся. Тот человек, который имеет отношение с Богом, он начинает Бога в человеке чувствовать. Означает, чувствует в человеке веру, а не его принадлежность к какой-то религии. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Бога в человеке начинает чувствовать. Его присутствие означает, что его веру начинает чувствовать, его любовь к Богу. А не принадлежность к какой-то вере. И это стирает рамки между религиями. Это не означает, что можно сразу быть в десяти религиях. Нет, ты остаешься в своей. Но при этом ты любишь всех, кто болится Богу в разных духовных традициях. Это второй уровень развития человека в вере. Второй уровень, понимаете, есть еще третий. Когда человек начинает видеть душу даже в животных, в растениях, он видит во всем присутствие Бога. Везде его в этой жизни. И он везде сияет и всегда. У него нет никаких противоречий, нет двойственности. Он не делит мир на друзей и врагов. Даже самый поганый преступник, который погряз в крови, он в нем видит чистоту и душу такой человек. Но на второй стадии человек не может в преступнике видеть чистоту. Он только в чистых людях видит чистоту. А на первой стадии человек только в Боге чистоту видит и в своем старшем, а больше нигде. Чувствуете разницу или нет? Это просто развитие личности. Но когда человек не имеет веры, он не может отделить себя от нации, от своей семьи, от своих детей, от своего народа. И поэтому он живет в конфликте со всем, что происходит в этом мире. Я при этом вам говорю не о том, что надо не защищать родину, понимаете? Я не об этом говорю. Как раз наоборот. Вот, например, в Ведах написано, что страна, которая усиливает себя, делает себя сильной, она больше увеличивает безопасности в этом мире, чем та, которая делает себя слабой. Потому что именно там, где слабые страны, появляется слабость в стране, там и наступают войны. Поэтому страна и люди, все жители страны должны сделать страну сильной. Означает крепкое правительство, крепкие отношения, вера в свой народ, означает вера в свою культуру, означает могущество, понимаете? Могущество на державу означает крепкие отношения, крепкий дух. И тогда наступает мир, никто на такую страну не будет нападать. Как на нее напасть? Понимаете, о чем я говорю? Это не противоречит знаниям духовным. Само устройство общества не противоречит, а наоборот вытекает из них. Но вера в свою страну стоит ниже веры Бога. И когда человек верит в Бога, он с одной стороны хочет, чтобы его страна была сильной, а с другой стороны он искренне любит всех людей на земле, независимо в какой стране они живут. Особенно если эти люди сами строят отношения с Богом. Вот то, что я сейчас сказал, вызывает противоречие уже в мах некоторых. Думаю, ну как это можно соединить? Можно, если захотеть развиваться как личность. Итак, тема не актуальна у вас, что ли? Не актуальна, что события трудности жизни в стране разрушают семью? Не актуальна тема? Если актуальна, задавайте вопрос, потому что руки никто не поднял. Если у вас такая ситуация, задавайте вопрос. Если нет, будем говорить о чем-то другом, что за ревреметры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...